Победа Сибири и поражение сибиряка. Подробнее об этом в ближайшие пять минут. Сибирь одержала выездную победу над Салаватом Юлаевым, тем самым взяв реванш за поражение в Новосибирске. Как это было и кто стал главным героем матча, расскажем в нашем следующем сюжете. Пауза на Евротур. Для болельщика Сибири это крайне неприятная фраза. Ведь, как показывает сухая статистика, после каждого перерыва в чемпионате команда буксует. Так было и в ноябре, когда сибиряки потерпели восемь поражений подряд. Этого боялись поклонники команды и сейчас. Но матч в Уфе позволил им выдохнуть спокойно. На территории соперника Сибирь чувствовала себя вполне комфортно, открыв счет под конец первого тайма. Егор Миловзоров выдал ювелирную передачу на своего партнера по звену Дмитрия Союстова. Получился бильярдный гол. Как назвал его потом сам нападающий. И опять атака к Сибири. Ой, какая красивая шайба. 1-0. Мы знаем, против кого играем. Во-первых, нельзя давать лидерам много пространства. Я имею в виду уфимским. Соответственно, играем плотно, поактивнее в зоне атаки. Побольше надо подержать шайбу, я думаю. И, я думаю, еще так же продолжать давление. Словно подтверждая эти слова, Сибирь забросила вторую шайбу практически сразу после перерыва. Егор Миловзоров теперь не отдавал, а завершал. Удачно подставив клюшку после броска юки Пелталы. Юлаевцы смогли отквитать одну шайбу у соперника на экваторе матча, реализовав большинство. Но все тот же Миловзоров вернул новосибирцам комфортное преимущество. Два гола и результативная передача. Нападающего по праву можно назвать героем матча. Ну вот уже в полном составе Салават Юлаев. На Сибирь по инерции. Понятно, продолжает атаковать. Как здорово все расчертили. И 3-1. Вот это да! В третьем периоде геройство проявляли уже вратарь и защита Сибири. На Сиатре пришлось изрядно потрудиться. Хозяева бросили все силы, чтобы сравнять. Остро атакуя даже в меньшинстве. Особенно напряженными выдались последние минуты. Юлаевцы, сократив отставание до минимума, устроили осаду ворот. Но команда Николая Заварухина выстояла, подарив своему тренеру победу в родном для него городе. Очень приятно вернуться сюда. Ностальгия есть. Это мой здесь родной дом. Было приятно очень играть. Конечно, охота была победить. Не скрою об этом. И была охота дом победить. Но сегодня удалось. Еще раз хотел бы говорить ребят за хорошую игру. Выполнили установку на игру. Что-что планировали сыграть строго в обороне. Поймать соперника на контратаке где-то это удалось. Довольно-таки тяжело было нам в концовке. Слава Тулаев прессинговал, имел шансы. Но ребята молодцы. Такая хорошая игра. Нужные два очка нам. Идем дальше. Сибирь одержала пятую победу в последних шести встречах и закрепилась в зоне плей-офф. Впереди новосибирцев ждет еще два выездных матча. Против Акбарса и Авангарда. Лидеров Восточной конференции. Мини-футбольный сибиряк начал подготовку к заключительным матчам года. Команде предстоит большая работа над ошибками. В предыдущем туре высшей лиги новосибирцы слишком многое позволяли соперникам. Дважды уступив прямым конкурентам. Александр Ширудила подвел итоги выезда. В поединке в Екатеринбурге, когда все твои соперники местные команды, испытание непростое. Тем не менее, к началу игр именно сибиряк располагался в таблице выше оппонентов и выглядел лидером квартета. Новосибирцы и начали неплохо, дважды вырываясь вперед в поединке с клубом «Зик». Но хозяева ударно провели второй тайм и вырвали победу 4-2. Обидное поражение, а через день еще один непростой поединок против Виссинары. Без сомнений, конечно, откладывается отпечаток вчерашняя, тяжелейшая игра. Много эмоций выплеснули, много потратили сил. Но сутки были на восстановление. Наверное, по факту могу сказать, что в должной мере, в должной степени не восстановились. Первый тайм новосибирцы уступили 1-2. В оставшееся время матча имели шансы отыграть отставание, но счет больше не изменился. Появились вопросы не только к функциональной готовности игроков, но и к психологической. Как нельзя лучше для исправления негативного фона, подходил завершающий матч тура против Кеху, одного из аутсайдеров высшей лиги. С первых минут вышли, естественно, план был играть очень плотно, активно. Вынуждала нас ситуация с этими двумя днями. Поэтому в первом, конечно, тайме не получилось, но знали, что дожмем, и эта вера, она сохранялась. Именно во втором тайме новосибирцев наконец-таки прорвало в атаке, и матч завершился убедительной победой гостей 5-1. Разгром поправит психологический фон в команде, но по итогам тура сибиряк откатился на восьмое место в таблице, отставая от лидера уже на 7 очков. Впереди заключительный тур года. Матчи пройдут в Кемерово с 27 по 29 декабря. Еще больше новостей новосибирского спорта в аккаунтах программы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Кристина Лата. До встречи.